Знаете, лезть в дела чужого государства — это неблагодарное дело. По моим прогнозам, Украина будет расколота на три части. Донецк и прилегающие территории — это будет отдельная часть, Крым, понятно, уже наш. А что касаемо вот с этой средней частью Украины, это, знаете, один бог знает, что будет. Потому что при той власти, которая существует на сегодня, она абсолютно недееспособна. Все понимают, что она глубоко управляема, и у меня такое ощущение, что люди, которые стоят сейчас у власти, просто не понимают сами, куда идти, что им делать. Они растеряны, потому что бизнесмен, который занимает пост президента, понимаете, он, извините за тавтологию, он коммерс. И он работает на сегодняшний день исключительно на свой карман. И все это прекрасно знают, все это украинцы, все украинцы об этом знают. И у него задача, видимо, одна — это набить собственный карман еще больше, забывая о том, что человек голым в этот мир приходит, голым уходит. И за то, что он лично сделал и за что он несет ответственность, я боюсь, что для него это, вы знаете, плохо все закончится. И не знаю, не берусь я предсказывать его судьбу, лично его, но полагаю, что ничем хорошим лично для него это не закончится. Ждет ли его судьба Саакашвили? Не знаю, потому что вы помните, да, когда он убежал в Америку, ему даже рабочую визу не давали. Предатели не любят, предатели никому не нужны. Они ни своей родине не нужны, ни чужой, понимаете? То есть, на мой взгляд, этот человек просто хамски предал свой народ. Я, знаете, с болью думаю, говорю об этом, потому что я сама вот из тех мест, да, ближе к Донецку родилась. Поэтому я даже, знаете, думаю, слава богу, что моя мама не дожила до всех этих событий. Она умерла за год до того, как все это произошло, потому что я не представляю, как бы вот моя мама на все это реагировала. Поэтому что вам сказать? Я вам сказала свои прогнозы. На три части она будет расколота. Что для этого делать? Это не мне решать. Я думаю, что это успокоится само собой, потому что воевать надоест всем, и в том числе украинцам, которые, собственно, там прекрасно все знают, что там поляков больше, чем этих украинцев, которые очень ленивые, такие же, как и мы, мы все равно все одно целое. Да, и никто из них воевать не хочет. Да, воюют наемники, и все это прекрасно знают, да, и натовские войска, которые там были, еще об этом даже никто не говорил, но все прекрасно знали, что они уже там в феврале месяце за прошлого года там стояли, понимаете. Понятно, кто воюет и с кем воюет, да, и вообще для чего этот очаг создается, все это прекрасно понимают. Закончится это, рано или поздно закончится, но для Украины, поверьте мне, они очень долго будут, во-первых, они никогда перед Россией не оправдаются, мы друзьями очень долгие годы не будем, дай бог пройдет лет 25, прежде чем мы как-то, понимаете, будем общаться нормально, потому что, ну как это можно простить, да, мы все были единое целое, мы все выросли там, там, переженились, ну, как бы, да, мы все равно все как-то связаны с Украиной, да, и вдруг вот эти все митинги, вопли, москаляку-нагеляку, ну, бред какой-то, вот, для меня это просто, ну, вот, бред. И, честно вам могу сказать, меня несколько раз звали на Украину, я оттуда не поеду, вот не хочу, просто не хочу, просто не хочу, потому что я не хочу видеть вот этот некогда цветущий край, который у меня ассоциируется с запахом, не знаю, вишни и с запахом абрикос, ассоциируется, вот, превратился, понимаете, в такой очаг, я боюсь даже о Донецке думать, что там вообще, там просто все раздолбано, и непонятно, каким образом это все будет восстанавливаться, за чей счет. А американцам, я думаю, уже Украина неинтересна, видите, как они создают очаг напряженности, они поступают, как поступают интриганты, да, то есть они сталкивают бывших друзей и отскакивают в сторону, это происходит очень часто в бизнесе, это происходит часто в жизни, в обычной, да, это происходит и на государственно-политическом уровне, сталкиваются бывшие друзья и отскакивают в сторону, все. Мне просто странно, знаете, поведение Евросоюза в этой связи, вот, такая недальнозоркость, и, знаете, как, вот, ослов там водят, да, на поводке, и все послушно ходят и блеют, как овцы. Вот, омерзительно, честно говоря, вот, для меня это тоже, я перестала в Европу ездить, вообще, и не хочу туда ездить, потому что, вот, вы говорите там, да, о чувстве какого-то национального достоинства, вот, ну, не хочу туда ездить, вот, не хочу я больше свои деньги тратить ни в Каннах, ни в Ницце, ни, ни, там, в Германии, не хочу, не хочу и не буду, пока все это не остаканится. Я думаю, что так рассуждают очень многие люди. Посмотрите, наши курорты все заполнены. Продолжение следует...